Чтобы понять, как работает двигатель внутреннего сгорания, попробуем разобраться, из каких элементов он состоит и что должно произойти на разных этапах его работы. Поршень размещается на шатуне, который соединен с коленчатым валом. Эта конструкция позволяет преобразовать линейное перемещение поршня во вращение вала. Поршень помещается в цилиндрическую расточку, выполненную в блоке. Поверхность расточки, поршня и крышки блока цилиндров образуют рабочую камеру. В крышке установлены клапаны, позволяющие соединить камеру с впускным или выпускным коллектором. За открытие клапанов отвечает газораспределительный механизм с валом ГРМ. Топливо доставляется в рабочую камеру через форсунку. Искру для воспламенения смеси дает свеча. Основные элементы определены. Теперь попробуем разобраться с фазами работы двигателя. Первая фаза. Для работы двигателя необходимо топливо и окислитель, воздух. Значит, поршень должен сдвинуться вниз, чтобы освободить объем для заполнения. А клапаны со стороны всасывающего коллектора в этот момент должны открыться. При движении поршня вниз объем рабочей камеры увеличивается. Воздух под действием давления атмосферы или компрессора поступает в полость цилиндра. В рассматриваемом примере форсунки для распыления топлива установлены перед клапанами. Они насыщают воздух топливом. Вторая фаза. Полученную смесь необходимо сжать, чтобы впоследствии при воспламенении она расширилась. Значит, поршень должен переместиться вверх. Давление в цилиндре увеличивается. Третья фаза. Смесь сжата. Для ее воспламенения в бензиновом двигателе используется искра от свечи. Воспламенившаяся смесь начинает расширяться и вынуждает поршень двигаться вниз, толкая коленвал, который приводит в движение все механизмы. Четвертая фаза. Теперь поршень находится внизу, а вся камера заполнена продуктами горения. Значит, поршень должен переместиться вверх и вытеснить газы в выпускной коллектор. В этот момент должны открыться клапаны со стороны выпускного коллектора. Когда поршень находится вверху, вновь начинается первая фаза. Цикл повторяется. Получается, что поршень вращает вал только на одной части цикла, а в остальное время вал заставляет двигаться поршень. Но откуда ему взять энергию? На вал можно установить маховик, и тогда он будет двигаться по инерции. К тому же на одном валу можно установить несколько поршней. Так как мы выделили четыре фазы, то логично установить на валу четыре поршня. Пока один будет всасывать воздух, другой будет сжимать смесь, третий осуществлять рабочий ход, заставляя двигаться коленвал, а четвертый будет вытеснять отработанные газы в выхлопной коллектор. При необходимости для увеличения мощности количество поршней можно увеличить до 6, 8 или 12.